В продолжении выпуска обратимся к теме предстоящих выборов в депутаты Государственной Думы России. За считанные дни до голосования в ход идут черные технологии против конкурентов. По оценкам экспертов, к таким методам нечестной борьбы чаще всего прибегают те кандидаты, кто имеет малые шансы занять депутатское кресло. На этот раз жертвой незаконной агитации стал Анатолий Гришневиков. Порция клеветы вылилась на депутата Государственной Думы России в формате подложной газеты. Тираж издания накрыл сразу два города – Рыбинск и Ростов. Специалисты отмечают, важно сейчас на финише избирательной гонки быть внимательными и не поддаваться на провокации. На последнюю неделю расчет на черные технологии всегда только один. Условно говоря, бить два, максимум три процентных пункта от лидера. Другого, так сказать, результата быть не может по определению. Но принципиально это уже ни на что не влияет, потому что в большинстве своем тот избиратель, который на выборы пойдет, на самом деле уже понимает, за кого он будет голосовать.